Рандеву с дилетантом 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 Так судьба моя перевернулась. Я всю жизнь мечтал быть летчиком, готовился к этому. И вообще технический человек. Музыку я всегда очень любил. Именно как дилетант в самом хорошем смысле. Сидел у приемника и слушал, слушал, слушал. После того, как первый раз услышал вертюру к опере Руслана Людмила, больше не отрывался. Ждал, когда она будет еще раз. Ну и наслушался так много всего. Ну и после оркестра в армии я решил все-таки музыкантом стать. Меня приняли в музыкальное училище при консерватории без музыкального образования. В общем, это практически никогда не практиковалось. Да, не бывало. Но была Естолья Николаевна Зверева, а я учительница в Мерзиковском училище. Она меня приняла. За что ей большое спасибо. Вот так я и стал. Почти одновременно с этим событием для меня я организовал такой маленький хорик, хоровой кружок при ЖЭКе во дворе. Сто процентная самодеятельность, свободное время. Прошло 42 года. Сегодня-то замечательнейшая, прекраснейшая организация. У нас прекрасный дом, прекрасные дети. Ну вот подождите, с прекрасным детям мы к дому вернемся. Все-таки я опять пытаюсь понять, что тогда вас побудило заняться? Ну я всегда музыка... Нет, музыка одна, но вот с детьми, это же такая суматоха. Это так все непросто. Нет, нет, это неправда. Нет, нет, нет. Я считаю, что у нас плохо к детям относятся в стране. В принципе, плохо. Это долго очень разговаривать. Все плохо. Нет, а это мне как раз очень интересно. Это для меня важнее, гораздо важнее, чем обсуждение любой музыкальной темы. Вот так забегая сильно вперед, перепрыгивая, да, у нас бывало много корреспондентов интересных. Очень правда писали какие-то статьи хорошие, всегда удивлялись люди. И вот такой заголовок был когда-то в московском комсомольце, когда он еще был старый, да, не далеко, Павел Гутионтов такой. Да, Гутионтов, конечно. Наш друг замечательный совершенно. Он был тогда просто комсомольским там корреспондентом. Он написал статью под заголовком «Музыкальная республика». И еще были всякие статьи такого. Вот дети, которые на свободе находятся, вот у меня они находятся на свободе, 40 лет. Даже сейчас-то не всем понятно, а уж 40 лет назад и вообще не понимали, что это значит. Вот, то есть организация детская, в которой нет проблемы, дисциплины, вообще нет. Совсем нет посещаемости. Потому что там только те, кому это хочется, только те, кому это нравится. История такая просто была. Когда во дворе еще бегали, знаете, занимались там с пятью девочками, там с одним мальчиком. Не обязательно музыкой, не только музыкой. Они физкультурные какие-то упражнения делали перед пенсионерами, выступали. Делая раз, делая два, опля, фигура получилась. Но постепенно стали петь. Так вот, подружек приведут двух, а из них останется одна, а другая, да, неинтересно. В следующий раз, когда такое приведут, еще там кто-то своих подружек, кто-то останется, кто-то уйдет. Остались только те, кому это очень стало как-то близко. Кто полюбил, короче говоря. Ну, а скажите, вот те, кто пришел к вам 40 лет назад, что с ними, вот, ведь у всех жизнь по-разному сложилась. Да, да. Но вот, что для вас, вот, кто для вас стал наиболее интересен, памятен? Ну, это, я буду всякие такие интересные вещи вам говорить. Сначала все хотели стать музыкантами, все наши ученики. Им так все это любилось и нравилось. Но очень быстро мы стали их от этого отговаривать. И сейчас просто, ну, стараемся, чтобы они не стали музыкантами, потому что, как я вам уже сказал, мы никому не нужны. Что значит никому не нужны? Подождите. А кому мы нужны? Кто нас поддержит, музыкантов? Вот обычных, простых детей. Он, например, телевидение, да, ну, близко как бы вам. Там есть музыкальная редакция, там была раньше детская редакция. Там тоже ко мне очень хорошие отношения. Я говорю, товарищи, дорогие, в Большом зале консерватории вечерний концерт, детский хор «Весна» с Большим симфоническим оркестром, с БСО, дирижер Пономарев. Владимир Иванович, мы с ним тоже дружим и разрешал мне такие вещи. Вечерний концерт, месса гайдена в первом отделении, контакта под гайцей. Никто не приезжает снимать. Не то, она говорит, ой, как здорово, как хорошо. Но вот если бы вы собирали капусту или макулатуру в те времена и при этом пели, вот это нам надо снимать. А это нам не нужно снимать. Ну, это как один, это тысяча таких. Знаете, я же работаю директор музыкальной школы. У меня особенность, только вы это можете понять, вот не понимают. У нас сейчас прекрасная школа, но школа при хоре. Не хор в школе, а школа при вот этом хоре, который вырос. Мы не можем получить никакого статуса там какого-нибудь, никаких-то особенностей в чем-нибудь от нашего руководства. А какой статус вам нужен? Ну, вот смотрите, вот получилось так, что вот этот детский хор «Весна», название когда-то еще 40 лет назад, там получилось все. Сегодня это один из, ну не знаю, там, пяти, из десяти лучших хоров мира детских. Да, это вообще известно. Да, у нас есть огромный музей, там есть все эти призы необыкновенные. Гран-при Европы в 2000 году. Это победа на такой двухлетний марафон между всеми хорами, взрослыми, женскими, мужскими, церковными. Вышел детский хор «Весна». Впервые это детский хор, впервые это хор из России. Никакой реакции. Поголовка поговорили, сказали, какие молодцы, и все. У нас государственная организация, государственная школа. Есть много музыкальных школ. Есть школы, которые никто не знает и никогда не узнает. Есть школы хорошие, которые просто там все. А мы другая школа, мы особенная школа. Мы даже все названием все-таки пробили хоровая, хотя с таким огромным трудом это было. Но у нас абсолютно те же правила, те же штатные расписания, та же СМИ, у нас ничего нет того, чтобы как бы относилось к нашей специфике. Ничего. К нам, правда, должен сказать, последние лет 20 очень хорошие отношения. А перед этим, как тараканов, вот так давили, пняли. За что? Очень. Ой, у нас интересно получится. Я вам интересно просто пример расскажу. Значит, хор поет в Большом зале консерватории. Это филармонический концерт. Пригласила филармония. Там дирижер Маркиз, например. Лев Маркиз, да, конечно. Лев Маркиз, дирижер. Мы поем «Магнификат Монтеверди», мы поем «Семь слов шутца». Все. Родители должны купить билеты. Кто-то из родителей пишет письмо. Как это? Наши дети поют, а мы еще и билеты должны покупать. А родители, в данном случае, наплевать на них. Но меня приглашают в управление культуры. Тогда он назывался главным управлением культуры, исполкома Моссовета. Теперь он был комитет, а сейчас вообще департамент. Ну, сейчас другие люди. Я говорю про те, которые были 40 лет назад. Они говорят, Александр Сергеевич, ну зачем мой тут большой зал-консерваторий? У вас такая территория там хорошая, детском садике. Ну, вышли на улицу, спели, из всех окон люди бы посмотрели. Это комитет по культуре мне говорил. Ну а что? И не только это. Просто нельзя столько времени тратить на радио. Я вам-то столько бы рассказал. Еще раз. Ужасно. Подождите, сейчас я все-таки напомню слушателям, что в эфире программа «Рандеву с дилетантом» и в студию Владимира Молчанова Александр Сергеевич Пономарев. Создатель, основатель, худрук, главный дирижер детского хора «Весна», директор детской хоромой школы. Дворник, замхоз, сторож, носильщик. Вин во всех лицах был. Вот скажите, у вас один из пяти лучших хоров мира. Ну, это я так понимаю. Ну, нет, в пяти, там из десяти. А вот если про детские, так... Про детские вещи. Но вы сказали сейчас для меня потрясающую вещь. Вы стараетесь убеждать своих мальчиков и девочек, которые у вас поют, не становиться музыкантами. Почему вы это делаете? Ну, знаете, как... Вы сказали, потому что мы не нужны. Ну, опять я как-то немножко по-другому вам скажу. Есть дети, которые говорят, да, мы понимаем, что сейчас другое время, мы понимаем, что на этом не заработать. Ну, не теми словами, но мысли как бы такие. А я все равно хочу. И тогда мы их помогаем, готовим их. У меня половина педагогов школы – это наши выпускники, окончившие. А они после этого шли куда-то еще учились, да? Музыкальный училищ сначала, да, потом консерватория. У вас много педагогов, которые... Примерно половина. ...закосили консерваторию, да? Примерно половина. Одна моя ученица уже кандидат искусствоведния даже. Слушайте, они ведь у вас гроши получают? Конечно, конечно. Ну, сколько получает у вас педагог, который всю неделю занят? Ну, я бы не сказал, что это гроши. Я не знаю, что такое сейчас гроши. Ну, мне скажите, а я попробую определить. Ну, я не знаю этого. Ну, сколько получается? На каждой музыкальной школе. Ну, сколько это? Сегодня уже большие зарплаты сравнить. Ну, может быть, 15 тысяч рублей. 15 тысяч рублей в месяц, кто-то постоянно работает. В месяц, кто-то постоянно. В 4-5 дней в месяц. Самая, конечно, плохая зарплата. Нет, 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 совсем. Я сейчас на это не жалуюсь. А сколько платят родители? Вот, это самое интересное. Сегодня огромная сумма по сравнению с тем, что было раньше. Сегодня 200 рублей в месяц. То есть, как бы две тарелки супа. То есть, практически ничего не платят? Почти ничего не платят. Но было еще меньше. Два года назад было только 100 рублей. Это я всю жизнь боролся за то, чтобы они учились бесплатно. Но народ такой странный. Раз бесплатно, то не надо идти. У нас конкурса нет. Народ такой странный. Это да. Это бесплатно. Да, как очередь продают одну и ту же продукцию, хлеб. Здесь очередь стоит, а здесь никого нет. Так, встанут там, где очередь. Смотрите, а кто? Вот мне интересно. Мы живем с вами сегодня в таком, в общем, страшном меркантильном мире, где все считают деньги, смотрят страшные фильмы. Меня интересуют даже не дети, а кто те родители, которые приводят к вам в хоровую школу своих детей? Кто они? Знаете, очень-очень хорошие родители в основном. Потому что рекламу мы никакой не делаем, объявлений почти никаких не пишем. Приходят те, кто от кого-то услышал. Соседи, там, друзья, все. Конечно, родители 20 лет назад были другие, чем сегодня. Сегодня все-таки уже более легкомысленные, более распущенные. Родители. Родители, да. Но в чем-то более подготовленные. Во всяком случае, все приезжают на автомобилях, все свободно с компьютерами, с телефонами. Поэтому с детьми в этом смысле немножко как бы труднее работать. Но все-таки, знаете, такая вот атмосфера вот в этой весне существует. Вот как заходишь даже во двор, у нас двор прекрасный, у нас совершенно замечательный парк наш, сами вырастили. А потом заходишь в помещение, у нас совершенно замечательное помещение. Парк последние 20 лет построили. 40 лет всего ничего не было по подвалам. А 20 последних лет совершенно замечательное. И другая совершенно обстановка, аура другая. То есть никто не разговаривает какими-то словами, там, не знаю, какие-то там, придумывают, там, клево, там, что-то. Это все ругательные слова. Блин, клево. Ой, не говорите, да. Хотя родители дома иногда это употребляют. Так это по телевидению все время идет. Да. И у нас вот в школе... По тому телевидению, на котором я работаю. На школе почти нет взрослых. Потому что педагоги, когда фортепиано преподают, да, они сидят в классе. Я директор, сижу, у себя в кабинете. Ну, никого. Дежурная одна на входе. Огромная школа у нас, большая, прекрасная, большая. Два концертных зала. Орган. У нас есть профессиональный. У нас сейчас идет фестиваль орган. В общем, такое. И вы, когда придете в школу, вдруг, вдруг, я бы очень хотел бы. Вы не увидите нигде что-нибудь написанного, где-нибудь поцарапанного, где-нибудь оборонного, где-нибудь грязное, какую-нибудь связающую штору, не горящую лампочку больше получаса, ну, перегорит. Не верю, поэтому приду. Не верю. Вот. Я же вам... А самая-то особенность. Почему вот я вот удивляюсь наших руководителей, что они вот себя как-то не преодолели. Дело в том, что дети-то не отобранные. Дети-то все из округи. Это в основном Южная Медведкова. Это как округа? Это находится ваша школа где? Северо-восточный округ. Северо-восточный округ. И конкретно в Южном Медведково есть такое местечко. Ну, рядом там ребята приходят. У нас некоторые ездят очень издалека не потому, что они оттуда поступили. Мы не принимаем издалека. У нас очень трудно учиться. А потому, что они, например, получили квартиру и переехали. Тогда, конечно, они ездят очень издалека. Некоторые из Тушино. Прямо на противоположной. Какие-то из Люберец каких-нибудь несчастные были люди. Вдруг получили трехкомнатную квартиру. Представляете, да? Они ездят. Да, мы для них все делаем как бы расписание. Помогаем им. Ну, объясните мне вот еще раз. Я хочу понять. Вот растет мальчик. Вот у него мама и папа. Папа в банке, мама, не знаю, в магазине. По какому принципу они определяют, что их мальчик или девочка пойдет к вам в школу? Они что, слышат, как он все время поет? Или что их побуждает? Ведь вы не модным делом занимаетесь. Много еще людей, все-таки интеллигентных. Вы считаете? Да, без всякого сомнения. Очень много. Некоторые такими очень быстро становятся. А почему все должны быть люди плохими? Конечно, обстановка настраивает на то, чтобы все были не очень-то интеллигентными. Тоже телевидение, любые программы, все что угодно. А они вот имеют деньги и купили себе тарелку. А я им сказал, теперь слушайте меццо программы. Я и слушаю только меццо у меня и в деревне из-за этого тарелка в Москве, потому что это мой любимый канал. А я еще записываю это, делаю DVD-диски и детям это копирую. Сам сделал уже 300 дисков DVD. Противозаконной деятельностью занимаетесь, но очень благородным. Почему бы? Очень благородным. Это же списанная с экрана. Я понимаю, я понимаю. Это экран. То есть вы их даже побуждаете меццо смотреть. Смотрите, как здорово. Не только меццо. Вообще хор поет исключительно музыку, как вам сказать, правильно слово, академическую. То есть мы никогда не пели вот это, там, 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 то, что там. Были ведь хорошие песни тех времен, когда-то очень давно. А потом они, я сейчас не хочу фамилию называть, но дружили мы, например, с Юрием Чичковым. Да, Чичковым. Но можно ведь перечислить по пальцам, кто это делал. Чичков, Крылатов, Шаинский. Ну, в общем. Не поем ни Крылатова, ни Шаинского, и не будем. А Чичков мне говорил, Саш, какой ты молодец, что не поешь мою ерунду. Или что-то в этом духе. Я говорю, ну что, мы поем «Солдатские звезды». Было у нее такое совершенно замечательное произведение. Параллельными трезвучиями. Кто это еще придумал. Нет, были очень много хороших. А вот это все с топом, с притопом мы это не поем. А сегодня есть современные композиторы, которых вы сегодня поете? Все время? Конечно. Ныне живущие. Конечно. Назову, конечно. Я вам сказала про академический репертуар. Мы не поем песни, как песни. Вообще никакие песни не поем, как песни. Ну, попутную песню «Глинки». Это мы можем петь в специальной обработке. Композиторы современные. Наш любимый композитор Ефремович Подгайц. Подгайц, да. Это самое лучшее, что сегодня есть. Потому что это высочайшая поэзия. Он очень любит поэзию. Он очень глубокий человек. И музыка совершенно другого плана, чем мы привыкли. Детская музыка. Он столько написал произведений для нашего хора. Мы с ним вместе работаем уже лет 30, наверное. Хотя он уже композитор, которого оперы ставится. И Растропович ему заказал симфонию, сам дирижировал, играл. А для маленьких детей продолжает писать, писать, писать. И работает у нас и играет маленькие дети. В качестве концертмейстера. Вот уже много лет. Вы одного назвали, а еще кто-то есть? Из современных советских. Ваше дети поют церковную музыку? Мало. Мало? Они вообще понимают, что это такое? Они не только поют. У нас даже был, опять к тому, о чем мы говорили, мы с вами, что никому не нужно. У нас даже был вечерний концерт в Большом зале консерватории. Два отделения только русской духовной музыки. Причем в основном это были оригиналы. Я нашел много-много оригиналов. Был царь. Он говорит, я царь. Была там царица, было еще. Было достаточно много народу. Но как-то все это ушло. Но там была французская фирма присутствовала, которая срочно попросила, давайте все запишем. Поехали мы во Францию, специально для этого нас вызвали туда. Вот и записали компакт-диск русской духовной музыки. Который исполняют дети. Да, да, да. Фантастик. Да, да, интересно. Как жалко, что у нас время подходит к концу. Сколько я еще хотел вас... Ну, это все-таки не наш, как бы нервный репертуар. Я понимаю, скажите мне, это правда или нет? Говорят медики и психологи, впрочем, психологам я, например, совершенно не доверяю, но некоторые медики говорят, что хоровое пение – это лечение многих заболеваний, в том числе и нервно-психических расстройств. Вы как-то вот с этим сталкивались? Вот что вы можете сказать? Нет, я только знаю, что это настолько хорошее и замечательное дело, что если есть какие-то предпосылки к чему-то, за что ребенок зацепится, что ему понравится, пойдет ему обязательно на пользу. И на здоровье просто физическое, например, все на здоровье нравственное, от которого, кстати, физическое напрямую зависит. Я считаю, что в стране разруха-то по существу разруха, только потому что отсутствует культура как таковая в высоком смысле. Существует министерство культуры, отдел культуры, а культура как таковой, на производстве же нет культуры. В подъезде дома нет культуры, отсюда вообще все. А в министерстве культуры есть, вы думаете? Нет, конечно. Я, честно говоря, вообще не понимаю, что такое министерство культуры. Совершенно правильно. Вот, я это и сказал. А вы хотели бы находиться под министерством культуры? Ну и так мы и так находимся, мы же государственная организация, у нас управление культуры, над ним комитет по культуре, над ним министерство культуры. Но все-таки у вас же район, или как это называется, северо-восточный округ. Северо-восточный округ, да. У вас там какая-то милая дама сидит, которая... У нас замечательная дама, як Нарабер. Да-да-да, вот Нарабер. Это просто полный вот этот восторг, и я не знаю, долго ли она еще просидит, потому что она прямо противоположна тому, что творится вокруг. Но если приличная, то недолго просидит. Но она приходит на ваши концерты? Конечно, не только на концерты, она вообще наш помощник. Серьезно? Она является... Она префект или как это называется? Префект. Она является крестной матерью нашего органа. Серьезно? Да. Кто делал для вас орган? Шуки. Фирма Шуки. Серьезно? Конечно. Это же очень дорого. Это очень дорого, но она тогда была заместителем префекта, а не префектом. И поэтому взяла на себя невероятное совершенно. А немцы, хоть они уже были западные, но все-таки из города Подсдам. Все-таки это еще ГДР. Да-да-да. И мы с ними всякими получестными, нечестными, неизвестно какими путями построили этот орган. Под видом запасных частей, под видом еще чего. Ой, что творил? Я ей очень благодарен, Ирина Яковлевна. Она сама пела в хоре, она сама играет на рояле. Она просвещенный человек. Александр Сергеевич, я не случайно вас пригласил в студию радиостанции «Орфей». У меня внуку три с половиной года. Он далеко живет, очевидно. Ну, он живет в центре, но ради этого я готов... Нет, мы его не примем. Не примете? Нет, мы по знакомству никого не принимаем. Не было ни одного случая. А он, к сожалению, под моей фамилией данный. Нет, дело не в том. А дело в том, что он далеко живет. Он не сможет нас учиться. У нас очень трудно учиться. Дети просто герои, которые ходят в хоровую школу «Весна». Их никто не заставляет. У нас ведь какие лозунги? Если не я, то кто? У нас вся школа обслуживается как бы самими вот этими взрослыми детьми. Взрослые, это начинается с четвертого класса. У нас взрослые. Да, это маленькие, конечно, с них что-то возьмешь. У нас очень трудно учиться. То, что вы рассказываете, раньше называлось светлым коммунистическим будущим. Как он теперь называется? Они немножко не правят. Ну, в любом случае, я безумно благодарен. И крайне редко кто-то возвращается в наша программа, и все новые и новые люди приходят. Но мне, тем не менее, очень хотелось бы как-нибудь продолжить с вами эту беседу. Поговорить о детях. Спасибо. И поговорить о том, почему вы считаете, что у нас в стране к детям все-таки относятся плохо. Вот эта тема меня через очлены волны. Не так хорошо, как бы хотелось. Не так хорошо. Им не доверяют. Вот давайте договоримся. Их заставляют все время. Не доверяют и заставляют. Конечно. Давайте договоримся, что как-нибудь мы встретимся и с вами. Открыть мир нужно им. Чтобы они сами шли туда. Чтобы хотели. Чтобы любили. Спасибо, Александр Сергеевич. Я напоминаю, что это была программа «Рандеву с дилетантом». И в студии Владимира Молчанова был художественный, руководитель и дирижер детского хора «Весна» Александр Сергеевич Пономарев. Всего вам доброго. До свидания. До следующей встречи. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...